Всем добрый день! Прежде чем начнется это видео, хотел бы немного пояснить, потому что я сейчас посмотрел то, что я наснимал, и то, что происходит сейчас, это немного больше времени прошло, чем задумывалось. В общем, там есть два совета, которые я бы хотел посоветовать, прежде чем вы захотите заниматься этим делом. Первое, это никогда, ни в коем случае никогда не покупайте дом в исторической эре. Никогда не стоит этого делать, не надо. Даже там, хоть какая цена пусть будет этого дома, не надо, потому что всплывут какие-то проблемы, и нужно будет, здесь это занимает, чтобы решить эти проблемы. Здесь всплыла проблема дверь, кто-то поменял и поставил неоригинальные, и два окна. И чтобы сейчас пройти комиссию, чтобы они рассмотрели эту проблему, там очередь на 6-8 месяцев. То есть это нужно ждать 6-8 месяцев, чтобы эту проблему решить. Вторая проблема, это найдите контракторов, найдите людей, которые будут делать вам вот эти вот все дела. То есть контракторов найти, подрядчиков, работников, сантехников, электриков, кого вы будете нанимать, очень тяжело найти. Я нашел, но потом я не смог до них дозвониться, когда потребовались их данные, данные лайсенсов, я не смог до них дозвониться, я не смог с ними связаться. Пришлось мне заново искать, встречаться со всеми, и уже как месяц я не могу пермит открыть по этой причине. Просто сейчас вроде уже немножко сдвинулось с места, но, да, нужно это все делать заранее. Но я думаю, если это в дальнейшем уже, то как бы контакты наладятся, и уже будет как-то попроще. Но сейчас, сейчас уже целый месяц прошел, и я просто не могу ничего делать, потому что мне нужно пермит открыть, а данных у меня нет у этих ребят. То есть ты с кем-то договариваешься, получаешь, досозваниваешься, кто-то не берет трубки, пишешь текст-месседжи им, они не отвечают. Кто-то отвечает, не приезжает на значное время. И кто-то приезжает, не дают квоту, не дают цену, кто-то дает цену, потом не отвечает. Ну, короче, это все, это такое, все заняты, у всех работа, ну, в общем, я не знаю. И есть еще один момент, который я указывал в видео, но все изменилось, сейчас я покажу. Вот это та опора, которую я показывал, покажу сейчас в видео, которое я сделал, но мне пришлось ее разрушить, потому что мне нужно сделать, сдать вот эту вот инспектору арматуру, размеры, глубину. Это первая точка под столб, который будет стоять вот здесь, здесь будет стена, и он будет держать вот эту вот балку, которую я тоже поднял уже, сейчас я покажу видео. И здесь, я еще не доделал, здесь я выкопал, выпилил, выкопал, и там внизу, так, кто-то у меня закрыт, сейчас открою. Там внизу пришлось разломать ступеньки и поставить, тоже выпилил здесь все, выкопать, разломать фундамент. Здесь еще не доделано, добавлю еще ряд арматуры. И тоже нужно сдать инспектору, потом залить, вот это построить здесь колонны из блоков, и это тоже залить. Здесь тоже поставить на это место столб, он будет стоять до верха, и будет держать эту балку с этой стороны, тот столб будет держать с той стороны. Как-то так, пришел какой-то материал, и в следующей серии я буду строить уже здесь каркас, крышу, может быть, может быть, может быть, какую-то электрику там, ну, в общем, начинать уже работать. Уже, кстати, прошло 4 месяца, как я ее купил, и, ну, это, это, так, так флиппингом не занимается. Не совершайте моих ошибок. Так, я здесь, я восстановился, и у меня есть две новости. Одна хорошая, естественно, другая плохая. Хорошая, хорошая заключается в том, что вот эта вот штука, вот эта штука заработала, блядь. Это называется gas pack, это кондиционер, он совместно с газом работает. То есть кондиционер, как кондиционер, дует по, я сейчас покажу. В общем, вот такая вот штука, большая, старая, к ней подведен газ, ну, и, соответственно, электричество. Два в одном, газ дает тепло, кондиционер дает холод. По-по-по-по-по, вот, такие вот эти вот рваные, но там все целые. Блин, а я ничего не вижу, да? А ничего и не видно. Ну, вон он, пошел. И в каждой комнате есть вот такие, вот такие выходы. Вот, вот он. В полу, в каждой комнате, в тех даже по две. И вот в них подается либо холод, либо тепло. Приходит. Вот здесь вот обратка. Здесь стояла такая решетка, короб, и она засасывала воздух в обратку. То есть он гоняет так вот по кругу, забирает там теплое, подает холодное. В общем, история такая. Когда я покупал дом, я подключил электричество. Подключил, в общем, электричество, газ и воду. И решил проверить вот этот вот кондиционер. Включил на отопление, газ зажегся. То есть, соответственно, у него там маленькая вот тут вот выхлопная труба, типа, да? Отсюда все там. Газы пошли, газ поджегся и так далее. В общем, пошло тепло. На холод включил. У него там термостат. Сейчас вот стоит термостат. Показывает температуру. Температуру, которую я выставил. Переключаешь на холод, тепло. В общем, да, немножко объясню, как это работает. На холод... На холод так и не включилось ничто, ничего. Ну, я как бы дружненько изобил на это дело. И целый месяц, целый месяц я здесь парился. 28-32 градуса. Почти там 90-96 по Паренгейту. Это очень жарко было. А оказывается, эта хиробура, она работает. Я сегодня... Мне кто-то из подписчиков написал, типа, что ты паришься, включи, у тебя кондиционер под окно, включи его. Я такой думаю, ну, блин, надо еще раз его проверить все-таки. И сегодня утром пришел, включил на холод. Пока там туда-сюда разгружал вещи все. Компрессор врубился и вентилятор. И пошел холод. У меня просто нет слов. Я не знаю, я доволен по этому поводу, но по другому поводу я расстроен. Сейчас покажу. Так, как работают кондиционеры в Америке, я показал. Отопление и охлаждение. Вот такие вот у них окна здесь. Ну, то есть... Это вот пластиковые окна, которые, как в фильмах, да, открываются вверх. Не до конца, даже не до середины. Как это? Однокамерные, слава богу. И вот здесь вот такие закрывульки. Ну, вот это вот она... Как это называется? Короче, она даже вниз не открывает. Она в две стороны должна открываться. Вверх и вниз. И вот здесь вот такой скрин. Москитный. Вот это окно. И вот это окно. Два от этих окна кто-то поменял. На пластиковых. Здесь были деревянные. Но... После... После 20-го года здесь приняли закон, что нельзя менять по несогласованию. Кто-то поменял. И теперь это вешают на меня и говорят, что нужно поставить деревянные. Я не знаю, как мы будем из этой ситуации выходить, но я уже купил два старых деревянных. И вот думаю, что с ними делать. Они по высоте нормальные. Потому что здесь вот эти вот треки с механизмами, по которым оно ходит. Там пружинки и все. CD я сам открою называется. Вот зачем? Вот это вот. Вот это вот. Посмотрите на вот это вот. Зачем вот это вот ставить туда? Вот то, мягко говоря, не очень. Но вот это... Вот это что? И вот это нужно поставить туда. Было бы просто поставить, если бы оно было бы достаточной ширины. Его не хватает по ширине. Поэтому его нужно... Сам каркас, сам фрейм там стоит. В тех окнах. Я посмотрел. Но по ширине оно не подходит. Нам нужно только вот эти две створки увеличить по ширине. То есть вот эти вот боковые оставить деревяшки. А вот эти вот сделать пошире в размер. Поставить вот эти вот треки туда. И поставить уже новые расширенные створки с помененными стеклами. Стекло одно, как видите. Вот я уже все выходные думал об этом. Что с этим делать? Ставить или не ставить? Или у них спросить сначала? Или у этой исторической организации? Два окна. Одно даже еще уже, чем... Это не подходит, это тем более. Второе. Такой еще интересный момент. Вот отрезал там кусок трубы, потому что ДСП не закрывалась. Вот она как бы металл. Как бы металл. Звенит не как металл, но и гнется не как металл. Я подозреваю, что это свинец какой-нибудь. Свинец для канализационной трубы. Есть у кого-нибудь еще варианты, что это такое? Ну, я на 90% уверен, что это свинец. Очень странно. Так, тип привез балки. Вон они лежат. Вон она на тракторе. Трактор прицеплен сзади на грузовике. Я вот так с скрытой камерой поснимаю. Сейчас он эти балки зацепит. Снял погрузчик сам. Зацепит балки. И сюда их подвезет. К окну. Я их через окно. С божьей помощью попробую занести. Вот они. Слева направо. Три штуки. И чувак. Сейчас он его там зацепит цепями и все. И поехал дальше. Что там у него? Мешки разгружать. А мне нужно сейчас эти штуки. Деревянные балки. Три штуки. Они будут между собой скрепляться. И они будут нести всю крышу. Получается. Сейчас я их попробую. Сдолкать. Если нет, то буду звать на помощь. Так. Все, кто хотел помочь, уже не надо. Я справился сам. Почти. Это вот у меня где-то минут 20. По 10 минут на одну уходит. Я ее поднял. Поднял. Здесь вот задвинул. Вот на такие вот колесики. Осторожно только надо. Я сейчас поставлю. Вот так. На такие колесики поставил. Залетает только в путь. И еще с той стороны, конечно. Сегодня, похоже, у меня короткий день. Сейчас я разгребу это. И все. И домой. Вон там еще. Несколько досочек. Надо занести.